В Красноярске открылся новый спортивный комплекс «Тотем». Такое название он получил в честь детско-юношеской команды из детского дома, которая дважды выигрывала чемпионат мира по футболу. На открытии побывал и наш корреспондент. Подробности в ее сюжете. Ребята из футбольного клуба «Тотем» сегодня впервые играли на новом поле. В июле прошлого года в Польше спортсмены выиграли чемпионат мира по футболу среди детских домов. Позднее они встретились с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства пообещал красноярским юниорам, что скоро они будут тренироваться в новом комплексе, отвечающем всем современным требованиям. Просто Владимир Владимирович понял, что для сибирских условий, то, что у нас всегда морозы, поле это поле, а нужен такой какой-то прекрасный зал, где могли дети из детских домов, дети малоимущие, дети с опыта, да просто все домашние дети могли тренироваться. Строительство комплекса площадью более полутора тысяч квадратных метров контролировал губернатор Виктор Толоконский. Объект возвели за рекордные пять месяцев. В комплексе есть современные игровые залы, комфортные раздевалки и места для маломобильных групп населения. Здесь будут заниматься воспитанники футбольного клуба «Тотем», из детских домов, детско-юношеских спортивных школ города Красноярска. И мы уверены, что ребята, занимаясь здесь, на очень профессиональной, очень качественной базе, смогут и дальше нас радовать замечательными спортивными успехами и далеко за пределами нашей страны. Для юных футболистов новый спортзал оказался не единственным подарком. На открытие «Тотема» представили Кубок мира по футболу «Фифа», который в рамках тура по стране привезли в Красноярск. Все желающие получили памятные снимки с легендарным трофеем. Первыми по праву сфотографировались участники команды. Все хорошо, даже лучше, чем хорошо. Мне все устраивает, нравится, все классно. Для того, чтобы ребята могли не только играть в футбол, но и поддерживать себя в хорошей физической форме, для них оборудовали спортзал, в котором они могут не только качать мышцы, но и заниматься степо-аэробикой. Спортивный зал оборудован не только для игры в футбол. Здесь также будут заниматься баскетболисты и волейболисты. Спорткомплекс будет открыт для всех желающих. Елена Саткеева, Валерий Чащин, 7 канал.